Приобщиться к культуре далёкой восточной страны удалось жителям столицы Заполярья. Концерт корейской музыки и танца прошёл с аншлагом во Дворце культуры Арктика. Традиционную культуру представили творческие коллективы Санкт-Петербургского корейского молодёжного культурно-просветительского центра «Нан». Восточная шаманская музыка отличается экспрессией и быстрым темпом. Звуки традиционных барабанов, в том числе и большого барабана тыго, который заряжает публику энергией неба и отпугивает злых духов, не оставили равнодушным северного зрителя, особенно зрителей, в чьих венах течёт корейская кровь. Будто сложные игры там и очень чёткие там. Поэтому очень сложно, наверное, учить это, и мне очень интересно, как они это выучили. А хотелось бы вам съездить в Корею, может быть? Да, особенно поесть ещё побольше корейской морковки, я её обожаю. Открыл вечер консул Республики Корея Ли Джин Хён. Песни и танцы, отметил он, помогают узнать культуру и дух другой страны. Консул выразил надежду, что жителям Нинецкого округа удастся почувствовать гармонию и красоту Кореи. Надеюсь, что этот концерт станет ещё одним прекрасным шагом для расширения, взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами. Одним из самых ярких и запоминающихся номеров стал корейский танец «Пучхэчхум» – танец с веерами. Во время исполнения артисты образуют групповую форму яйца, цветка, бабочек и волн с помощью вееров. Мария занимается в центре «Нангод». На сцене Арктики состоялся её дебют. Лично для меня, когда я окунаюсь в корейскую культуру, в их традиции, так как для меня это история моих предков, и для меня это очень важно. И это то, что доставляет мне больше удовольствия. Уже более десяти лет на сцене выступает Ирина Ли. По её словам, танец является обязательным элементом многих культурных и прочих мероприятий в Корее. Если, например, сравнивать с русскими народными танцами, в русском народном танце это вот душа на распашку и веселье такое, то в корейском традиционном танце, наоборот, мы всю энергию держим внутри. И все танцы, поэтому построены немножко плечи вперёд. Корейский танец Пучхачхум берёт начало из ранних шаманских ритуалов, пяти тысячелетней давности. Грациозные танцовщицы используют разукрашенные в бутоны пиона, веера и демонстрируют своё актёрское мастерство. На самом деле довольно непростое занятие, ведь всё это связано и с дыханием, нужно контролировать и его. В общем, корейскому танцу нужно учиться и учиться. Исполнители на народных инструментах познакомили зрителей с богатой палитрой музыкального искусства своей страны. Одним из самых распространённых в Корее струнных инструментов является каягым – многострунный щипковый музыкальный инструмент. Особенность каягыма – отсутствие нот до и фа. Под аккомпанемент каягыма артисты исполнили шесть вариантов традиционной песни «Ариран». Эта песня включена и Неско в список нематериального культурного наследия человечества. А российско-корейский дуэт исполнил классические произведения для скрипки и фортепиано. Рюхи Юн и Елена Леджинова порадовали зрителей музыкой Чайковского и Дворжика. Надежда Литкова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».